Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас с вами бургеры. Они получились не очень такие уж прям маленькие, но мы планировали сделать вообще прям крошечными. Но у нас это, к сожалению, не получилось. Мы сегодня с мамой с утра прям пытаемся их сделать. Смотрите, какие мягкие. Мясная котлетка, сыр, огурчик, помидорка, соус. Вкусно. Планировали с мамой вообще маленькие сделать, но тесто настолько хорошо поднялось, они стали огромными. Наконец-то я в отпуске. И могу себе позволить дохрена снимать видео. И что вы думаете? Вчера вечером села монтировать. В нем я снимала все это. А вечером, когда уже нет естественного освещения, я решила посидеть помонтировать. И вдруг я понимаю, что опять у меня сломалась зарядка от ноутбука. Сколько можно? Кто подписан на меня в инстаграме, тот в курсе. Я в месяц один раз меняю зарядку от ноутбука. Изначально я купила ноутбук. В нем в комплекте было оригинальное подзарядное устройство. Оригинальное подзарядное устройство служило мне два года. Вера и правда, вообще не подводило. Даже больше, два с половиной, по-моему, года. Потом адаптер начал немножко нагреваться. Подозрительно сильно. И потом просто перестал работать. Я как бы не расстроилась. У меня техника всегда очень долго служит. Я подумала, ничего страшного. Два года прослужило классно. Решила пойти купить новую зарядку. Оригинальную я не нашла. Подумала, да ладно, в телефонах тоже всегда у нас китайские подзарядные устройства и ничего. Купила. Зарядка мне прослужила, наверное, где-то два месяца. Первое где-то два месяца. Может, даже три прослужила. В один день я просыпаюсь. Мне срочно нужно отправить документы. Я, конечно же, оставила на последний момент. Я вижу, что компьютер не включается. Сначала я подумала, что компьютер испортился. Что-то произошло. Потом до меня зашло, что, оказывается, не работает подзарядное устройство. Это уже китайское. Которое я купила вторым. Прослужил три месяца. Потом я покупаю еще одно. Новое подзарядное устройство. Опять китайское. Могу объяснить, почему. Ни в одном магазине техники, очень даже крупных, нету подзарядных устройств. Есть от телефона, есть наушники, все что угодно. Блок питания. Но нету зарядки от ноутбука. Продают до хрена ноутбуков. Вот это искренне до меня не дошло. Почему нигде нету? То есть в больших магазинах техники. Короче, вторая. Тоже не помню, сколько прослужил. Наверное, где-то месяц, дней 40 и все. Потом я покупаю опять. Обошла все магазины. Переспросила везде. Позвонила на горячие линии, контакт хом, опаку электроникса. Уточнила. Сказали, что нету. Не бывает. Не продаем. Пришлось опять купить китайскую. И в общем, я уже 5 раз покупала подзарядные устройства для моего ноутбука. И каждый раз эти подзарядные устройства где-то служат месяц, полтора. И все. Вчера вечером тоже я села монтировать материал. Оказалось, что у меня ноутбук просто не включается. Потом начала шнур туда-сюда дергать. Он слегка немножко поработал. Потом опять крякнул. У меня просто, знаете, не хватает злости на эти подзарядные устройства, у которых у меня уже мешок. У меня брат очень хорошо разбирается в технике. Я у него уточнила. Он попросил сфотографировать заднюю часть ноутбука и все подзарядные устройства, именно где мелким шрифтом написана амперность. Не знаю, насколько это правда или нет. То есть мне дают подзарядные устройства очень с низкой амперностью. Не знаю почему. У меня там написано 2 с чем-то, а мне дают 1 с чем-то. Короче, мне объяснил Роверный брат, что вся фишка заключается в том, что эти подзарядные устройства очень слабые для моего ноутбука и в конце просто они не выдерживают и портятся. Дал мне контакты одного магазина. Там тоже уточнил, есть ли оригинальные. Сказали нет. Оригинальные только в комплекте с ноутбуками. Но мы вам можем дать хорошую реплику. Даем гарантию на 3 месяца. На только ну хоть что-то. Да даже 3 месяца. И то нормально. И уже мне подобрали амперность другую. 3,25. Оказывается, предыдущие не работали из-за этого. И вот с минуты на минуту должны сделать доставку. Я ему говорю, что я хочу проверить, потом уже забрать. Их сотрудник говорит, у нашего курьера нету столько времени, чтобы сидеть ждать, пока вы проверите. Я говорю, доставка все равно до дома. Я зайду домой, воткну в розетку и в ноутбук буквально 2 минуты занимать. Неужели у курьера нету времени подождать 2 минутки? Люди, вот реально, я заметила, что покупают одежду онлайн, курьер ждет в подъезде, пока она переоденется, померяет и берет тот размер, который подходит ей. Даже такие услуги, тем более я плачу отдельные деньги за доставку. Доставка у них не бесплатная. Каждое подзывное устройство от ноутбука китайские стоили от 15 до 25 монат. И когда я просто считаю у себя в голове, сколько денег я потратила, я бы могла купить пол ноутбука. Ну, какого-то самого голимого, но хотя бы с оригинальной зарядкой. Вот если и эта зарядка меня подведет, все, мне уже насрать, извините меня. Я пойду куплю себе новый ноутбук. Сил моих больше нету! А вы, мои хорошие, если вы знаете, откуда можно заказать зарядку, то обязательно пишите. Я элементарно купила себе от телефона, от моего айфона, подзарядное устройство. У меня USB испортился. Я купила новый в обычном магазине, здесь под домом, такой ларечек небольшой. В общем, за 5 манат купила. И он мне прослужил 5 дней. И все, не работает просто. Заказала Шейн, уже месяц работает. Ну, блин, в этих будках небольших около метро, кто живет в Азербайджане, тот поймет. Такие небольшие ларечки, где еще и чехлы продаются и так далее. Там вообще все некачественно. Поэтому я переплатила, купила себе оригинальные наушники. Пусть я заплатила, не знаю, 10 раз больше. Зато я не мучаюсь, они работают офигенно. Увидела в тиктоке видео, не знаю, может, рофл какой-то, что типа новые айфоны, которые выходят 13-е, будут стоить около 200 тысяч. Я не поняла, это прикол, или это реально будет так. Но, блин, такие деньги платить за телефон тоже не целесообразно. Ну, в общем, с минуты на минуту мне должны сделать доставку. Проверю. И сяду монтировать. На ноутбуке зарядки нету. Вы знаете, так странно получилось. Я проверяю, проверяю подзарядное устройство. Вчера ночью когда села монтировать. И все, оно не работает. Я пишу этому, тому, там разбираюсь с братом, что, как. Он мне объясняет какие-то тонкости, какие-то технические параметры. О которых я не знала. И тут резко я общаюсь со своим парнем. Смотрю, что подзарядное устройство начало работать. Оказывается, там какое-то замыкание в шнуре. Как-то шнур так лег, что он начал работать. В общем, надоело мне этот геморрой. Не представляете как. Я, блин, всегда все оставляю на последний день. Например, уже сегодня я должна представить отчет. Я оставила на сегодня. Сегодня последний день. я оставила на сегодня. К примеру, да? Или, например, нам в универе говорили, нужно сдать рефераты до 25 числа. Я отправляю свои рефераты 25 вечера. И не то, что я просто занята сильно. Просто я такой человек. И когда в последний момент техника подводит, бесит. осталось всего два бургера. Они были очень вкусные. Реально просто я наелась. Мы хотели сделать еще меньше размера. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться. С вами была Айка. Пока!